Добрый день дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Дружинин, вы на моем YouTube канале, канал где я рассказываю про трезвую и здоровую жизнь. Сегодня я вам расскажу об одном из явлений, которое часто мешает нам бросить пить или курить. Ведро с крабами. Это не какая-то закуска к пиву, а самый настоящий бич современного мира, когда одни люди мешают другим достигать своих целей. Исследователь Джон Райека однажды, наблюдая за крабами, которые копошились в ведре, вывел известную теорию ведра с крабами. Если в ведро посадить несколько крабов, то каждый из них поодиночке смог бы выбраться оттуда, цепляясь за бортик и переползая его. Но в реальности крабы не могут покинуть ведро, потому что как только один цепляется за бортик, остальные начинают сразу же тянуть его вниз, снова на дно. Это и есть менталитет краба. Самому остаться в ведре и других из него не выпускать. К сожалению, такой менталитет краба присущ огромному количеству людей, в том числе нашим родным и друзьям. Давайте рассмотрим конкретные примеры, как вас могут тянуть на дно, и я вам дам небольшие пояснения. Итак, вы сообщаете всем, что вы больше не пьете, а в ответ слышите. Да ладно, зачем бросать? Ну по чуть-чуть же можно, культурно. Это самая главная ловушка, в которую попадают пьющие люди. По чуть-чуть культурно. Во-первых, ваши близкие вообще не верят в вас. Они даже не предполагают, что вы сможете полностью отказаться от спиртного. И сразу же внушают вам, что не надо разрубать эти алкогольные мосты полностью. Во-вторых, я не перестану повторять, что культурного питья не существует. Если вы выпиваете только по пятницам и только бутылочку вина, это тоже алкоголизм. Просто по более щадящей схеме, чем у запойных. Следующий пример. Да бросай, если хочешь, только зачем? Все равно снова начнешь. Я вообще порекомендовал бы полностью прекратить общение с людьми, которыми так отвечают на ваше стремление. Вас считают нулем, ни на что не способным человеком, без воли и характера. Поддержки у таких друзей не найдешь. Помощь, ну тоже вряд ли. Еще вариант. О, круто, давай бросать вместе пить. Это очень коварный момент. Обычно такие друзья по несчастью не только быстро бросают обязательства, но и тянут вас за собой. Происходит это примерно так. Знакомый срывается через несколько дней и начинает вас убеждать, что можно бросить в любой момент. А пока просто неподходящий момент. Мой совет, не вписывайтесь ни в какие дружеские челленджи по ЗОЖ. Они почти всегда провальные. Если вы приняли решение завязать с алкоголем, это ваш личный путь. Не берите в него соратников, которые могут потянуть вас назад, обратно в ведро. Последний пример, который бы хотелось бы обсудить отдельно. Да у тебя вся семья пьющая. Дед, отец. Как ты собираешься бросить, когда все вокруг пьют? Действительно, для людей, постоянно окруженных такими же алкоголиками, вдвойне сложнее бросить пить. Но это возможно. Вы – это не ваш дед или отец. Вы отдельная самостоятельная личность. Постарайтесь максимально снизить контакты с пьющей частью семьи. Я имею в виду общие застолья. А с людьми, которые ставят вам мукор в ваших родственников, вообще прекратите общение. Это токсичные люди, которые лезут в чужой дом не ради помощи. Приняв решение избавиться от алкоголя, вы столкнетесь с разными вариантами менталитета крабов. Кто-то может лицемерно подбадривать, при этом подвигая рюмочку под нос. Кто-то начнет высвинивать. Запомните важные правила, которые помогут максимально избежать срыва на дно. Любое решение – ваше личное. Вы не обязаны сообщать о нем всем вокруг. Не говорите, что вы бросаете пить. Это действует, как красная тряпка на быка. Раз вы в процессе, значит еще можно помешать. А вот если вы говорите, что вообще не пьете, то у людей не возникает желания ломать вас. Никто же не будет пихать сигарету курящему человеку, а у бросающего всегда уточнят. И что, совсем не хочется? Если что, мы поделимся. Это работает с любой зависимостью. Если вы чувствуете, что вас пытаются переубедить, мягко переведите разговор в другое русло. Не позволяйте другим рассуждать о том, о чем их не просили. Из пьющей компании, где вас не поддерживают, уходите сразу. Если такой возможности нет, например, вы находитесь на юбилее любимой бабушки, то найдите максимально комфортных для общения людей. И не касайтесь темы алкоголя. Меняйтесь. Бросить пить – это не только перестать прикладываться к спиртному, но и изменить свой образ жизни. Обычно это происходит само собой, без стресса. Как только у вас освободятся вечера от алкоголя, а утро от похмелья, появится время. А еще появятся дополнительные деньги, которые вы уже не будете тратить на свою зависимость. Как следствие, качество жизни кардинально улучшится. Но вы можете немного форсировать этот процесс. Смените немного стиль, порадуйте себя небольшим путешествием или интересным хобби. Если собеседники увидят, что вы уже начали меняться, им в голову не придет вас тормозить. Им останется или позавидовать, или поддержать. Друзья, обходите людей с менталитетом крабов стороной. И не будьте такими сами. Тогда прогресс в любом деле придет быстрее. Расскажите в комментариях, встречались ли вам такие люди, и как они портили ваше движение вверх. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем удачи! И, дорогие друзья, живите трезво. Это реально круто. Пока!